Теперь о том, как, на что мы смотрим. То есть, мы уже сказали, что не об этих глазах, ушах или мозге ведем речь, а о духовном восприятии, понимании, вкушении, созерцании. Об этом мы сказали. А теперь, что мне с этим делать? У меня есть зрение, у меня есть слух, у меня есть разум. Я хочу, чтобы это произошло. Я хочу знать его так, как должно. Но что мне делать для этого? К чему обратиться? Что делать? Нужно ли мне смотреть на что-то этими глазами? Сейчас мы будем говорить об этом. Откройте второе послание к Коринфянам. Потрясающий текст. Второе к Коринфянам, четвертая глава. Мы многое можем взять из этого текста, но я хочу обратить внимание только на один момент, который поможет нам ответить на вопрос «Как?». Давайте прочитаем 2 Коринфянам 4, 4, 6. Постарайтесь при этом помнить о том, что мы уже сказали. Для неверующих, для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, сатана, ослепил умы. Что это? Что это? Это духовная слепота, потому что неверующие умны. Они способны совершить полет на Луну. Они способны исцелять болезни. Я благодарю Бога за общую благодать, дарованную неверующим. Когда я еду в машине скорой помощи, или когда мне делают прививку от гриппа, или... Я хочу сказать, прославляйте Бога за неверующих, которые, благодаря общей благодати Бога и Его провидению, не только не лишают друг друга жизни, но и спасают жизнь. О таких людях, говорит Павел, такого рода слепоту он имеет в виду, а не слепый не во всех смыслах. Он имеет в виду определенную слепоту. Сатана ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял. Вот оно самое важное в вашей моей жизни. Чтобы для них не воссиял свет благовествования. О славе Христа! Надеюсь, что вы видите этот свет в Евангелии, потому что об этом я говорил в последнее время. Который есть образ Бога невидимого. Вот почему Его слава столь величественна. Это божественная слава. Стих 5. Ибо мы проповедуем. То есть мы проповедуем что-то людям, так я проповедую. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши, для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Это то, что должно произойти. Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса. Единственное, что я бы хотел взять из этого текста, хотя на этот текст легко можно было бы произнести часовую проповедь, но очень содержательно. Это слово «благовествование». Потому что это мой ответ. Главный, не единственный, но главный на вопрос «как?» как мы видим, куда мы смотрим, к чему мы прислушиваемся, куда мы идем, что мы делаем с этой книгой. Я хочу, чтобы вы вновь обратили внимание на слово «благовествование» в стихе 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Благовествование о славе Христа. Мой ответ на вопрос «как?» будет следующим. Мы должны взирать на Евангелие и быть внимательными к Нему. Небольшое пояснение. Вы можете спросить. «Павел проповедует устами, голосовыми связками, звук попадает на барабанную перепонку и передается мозгу». Какое отношение это имеет к способности видеть? Это относится к слуху. И Библия говорит «вера от слышания». И я говорю «аминь». Однако, есть стих важный, хотя их много, но этот стих наиболее ясно говорит об этом. Первая книга царств, 3, 21. Я прочитаю его, вы можете посмотреть его позже. «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме». Первые два глагола относятся к зрению. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме. Затем мы читаем «через слово Господне». Я понимаю это так. Мы видим слуха. Очи сердца видят слуха. Вот почему Библия говорит, вера отслышание. Когда вы слышите Евангелие, провозглашаемое устами, сформулированное в мозге, оно передается на как это называется? Барабанную перепонку и затем в мозг людей. И так вы передаете информацию о Христе распятом. Это тот инструмент, который Дух Святой использует, чтобы даровать зрение очам сердца. Не разделяйте одно от другого. Не отделяйте слышание от видения. Не отделяйте слух от зрения это одно явление. Потому что оно духовное. Духовная способность видеть реализуется через слышание Евангелия. Итак, как тогда мы можем реализовать духовную способность видеть? Ответ таков. Пойдем от общего к частному. Я бы сказал человеку, неверующему, который говорит, не имею понятие, о чем вы говорите. Я не думаю, что я когда-либо имел духовное переживание славы или что-нибудь подобное. Где? Я хотел бы пережить это. Что я должен сделать? Я бы сказал, читай Евангелие. Матфея, Марка, Лукьяна. Вы познаете его через чтение. Чтение умножает знания. Вы познаете, превращая слова в слышание или видение. Все равно, вы разумом получаете знания. И когда Святой Дух был дан, Иисус сказал, я посылаю его, чтобы он прославил Сына. Он прославляет Сына, когда истина о Сыне принимается разумом. Это сфера действия Духа Святого. Святой Дух не касается сердца человека без участия Евангелия. Он достигает сердца не при помощи каких-то хитроумных маневров с вашими эмоциями. Я всякий раз очень переживаю. Я разговаривал с одним человеком всего несколько, да, кажется, на конференции в Анкувии всего несколько дней назад. Он рассказывал мне, нет, я не помню, где это было, это произошло в последние несколько дней, но это не столь важно, не так ли? Мне рассказали, что их подруга, наверное, лучше не упоминать детали, потому что они-то узнают свою историю на видео. У этой девушки возникают по-настоящему трогательные, глубокие переживания с Богом тогда, когда она оставляет Библию и уединяется, чтобы побыть с Ним без Библии. Я начинаю нервничать, когда слышу такое. Я не говорю, что Бог не может общаться с людьми вне Библии. Я говорю, что в той степени, в которой сориентированный на Евангелие, освященный, наполненный Словом разум человек удаляется от Библии, в той же степени его опыт удаляется от подлинной реальности. Я говорю об этом скорее в оттенках серого, чем в черно-белых тонах, но я хотел бы предупредить вас, что если вы обращаетесь к Библии и не находите удовлетворение, а затем идете в лес и находите удовлетворение там, у вас проблемы. И проблема вовсе не в лесе. Бог сотворил лес, и лес провозглашает славу Божью. Вы должны находить удовольствие в лесу. Проблема в том, что в слове вы не находите того главного драйва, который управляет всем остальным, который формирует и контролирует другие переживания, люди, которые находят более глубокое и восторженное общение со Христом вне Его слова в беде. Итак, мы отвечаем на вопрос, как, чтобы по-настоящему увидеть Иисуса, говорю вам, в первую очередь читайте Матфея, Марка, Луку и Анна. Подумайте об этих Евангелиях. Они весьма странные. Мы склонны сравнивать их с другими биографиями. Но это очень странные биографии. Не правда ли два из них начинают биографию Христа, когда Ему было уже 30, и рассказывают о трех годах Его жизни. Другие два Евангелия очень кратко рассказывают о Его рождении и сразу переходят к другим событиям, когда Христу было уже 30. Что такое? Это же нехорошо. не сказать ничего интересного об Иисусе, когда Ему было четыре, ужасные четыре. Четырехлетний Иисус, это помогло бы мне воспитание детей. А может быть и нет? Не ожидали этого от меня? Что не так с Евангелиями? И вы знаете, что не так. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это все, о чем они, по сути, говорят. Я пришел, чтобы умереть. Давайте скажем, короче, я пришел умереть. Поэтому, когда я спрашиваю о том, как увидеть славу Христа в Евангелиях, сами Евангелия, по сути своей, отвечают мне, как достичь этого. Они говорят мне, поспеши главному к Евангелию, сосредоточенному на кресте. Давайте задержимся там на минуту. Хорошо? Я проявлю непочтение Господу, если не остановлюсь у креста. Потому что именно там Его слава явлена во всей полноте. Скажите грекам, которые хотели видеть Меня, что я хочу принести много плода в послушании Моему Отцу, чтобы они могли стать частью той семьи, которая будет созерцать Сына вечно. Я должен довершить дело. Я должен умереть. Семя должно пасть в землю, иначе они никогда не увидят славы. Они уйдут в ад навечно. Что произошло на кресте? Первое. Иисус Христос понес на Себе гнев Божий за Свой народ. Понес Его полностью до конца и совершенно. Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас. Как написано, проклят всякий, висящий на древе. Не правда ли? Прекрасно. И в то же время парадоксально, что в самый кровавый, самый ужасный момент, когда Христос походил на акция с перерезанным горлом, истекающего кровью. Если бы вы были там, вас, возможно, стошнило бы, или вы потеряли сознание. Тот самый момент совершилось самое славное событие во вселенной. И Божий гнев, который я заслуживаю за то, что много раз бесчестило его славу, пал на Сына, который принял и понес его. И после того, как он сказал, совершилось, я никогда не испытаю даже самую малость Божьего гнева. Бог никогда не зальет гнев ни на одного из своих детей. Наказание, да, иногда суровое, но исполненное любовью только ради благ. Прочитайте Евреям 12. Те из вас, чьи родители не очень справлялись со своей работой, у вас есть отец, который в совершенстве выполняет свою работу. Он никогда до конца не гневается на вас. Если Он должен наказать вас, о, как много любви в Его наказании, так как Христос распятый понес весь гнев Божий, взирай на прославленного Христа. Смотри на Него. Второе. Он понес наши грехи и приобрел наше прощение окончательно, независимо от нас. за две тысячи лет до нашего рождения, 1 Петра 2, 24, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Всякий грех, совершаемый вами во Христе, был до конца прощен, полностью оплачен. Ничего больше не нужно платить, чтобы освободить нас от Него. Это совершилось во Христе в тот момент. Третье. Христос даровал нам совершенную праведность, которая становится нашей, когда мы соединяемся с Ним через веру. Однако, совершение этой праведности, которую я не имею, но должен иметь, состоялось две тысячи лет назад. Филиппийцам два, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, таково было завершение, совершенный финал целой жизни подлинного послушания, послушания сердца и разума, исполняющих все Божьи требования в весь Божий закон. Поэтому, когда я верю в Него, уповаю на Него, вижу Его прославлены в тот самый момент явления Евангелия, Его послушание меняется мне. И Отец, смотря на меня во Христе, видит совершенное послушание. Это совершилось на кресте. Взирайте на вашего Бога, взирайте на того, ради которого вы должны жить и кем вы должны наслаждаться во веки и веки. Четвертое. Он победил смерть своей смертью. Евреям 2, 14, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». Ваше освобождение от власти смерти было окончательно совершено две тысячи лет назад, прежде вашего рождения, на кресте и в воскресении Христа. Пятое. Он обезоружил сатану своей смертью. Колоссянам 2, 14, «Бывше о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою». Когда Христос умер, окончательное оправдание, снимающее проклятие статанинской власти, осуждение вступило в силу. Это и тревожно и радостно для людей, потому что люди говорят, «Похоже, сатана живет и здравствует, потому что он-то и дело побивает меня. Он говорит ложь обо мне, он ввиняет меня». И это правда. Он непрестанно выпускает свои раскаленные стрелы в нас, согласно Эфесянам 6. Он расставляет ловушки, о которых мы должны знать, чтобы не попасться в них. Как насчет Колоссянам 2.14? Он отнял силы у начальств и властей и властно подверг их позору, восторжествовав над всеми этими демоническими силами, включая сатану на кресте. Как это? В двух смыслах. Во-первых, сатана может подвергать вас лишь одному роду осуждения. Осуждению на основании непрощенного греха. грех осуждает вас, чему сатана очень рад. Если он может обвинить вас в непрощенном грехе, вы осуждены, а он удовлетворен. И догадайтесь, что произошло на кресте? Это орудие осуждения было отнято у сатаны. Он не может обвинить тех, кто во Христе, кровь которого покрывает нас. И во-вторых, в окончательном смысле сатана повержен. Однажды он будет брошен в озеро огненное только лишь благодаря тому, что произошло на кресте. Помните, что дьявол сказал Христу? Бесы сказали, «Мы знаем, кто ты, Святой Божий. Зачем ты пришел прежде времени?» Вы когда-нибудь задумались над тем, что это значит раньше времени? Теперь вы знаете, что это означает. Время близко, они знают это. Они знают, что им конец. Они знают, что идут в озеро огненное. Поэтому они надругались над ним, как только могли. Ты пришел раньше времени, ведь это должно произойти позже. Иисус поистине сильный человек. Он свяжет того, кто силен против нас, и он сделал это на Голгофе. Смотрите на Евангелие, когда хотите увидеть Иисуса. Шестое. Он приобрел наше окончательное исцеление и святость. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пока не окончательно, пока отчасти. Мы должны молиться друг за друга об исцелении и ожидать, что Бог будет совершать удивительное, даже исцелять рак и другие ужасные болезни. Просите его, потому что он купил исцеление. Только не делайте, не делайте того, что делают некоторые харизматы, которые говорят, что он купил исцеление, и мы имеем его в полноте уже сейчас. У них проблемы со временем. Он купил полное исцеление, но мы не имеем его в полноте сейчас, лишь отчасти, а остальное получим позже, потому что Павел говорит в Римлянам 8, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Он имел в виду, что у него спина болит, потому что он был побиваем розгами пять раз под 39 ударов, и он с трудом мог двигаться из-за ран на спине. Может быть, это и есть жало в плоти, я не знаю, но он стенал каждый день своей жизни. Я каждый день умираю, говорил Павел, и Христос полностью оплатил мое исцеление. Смотрите на крест и восхищайтесь вашим спасителем. Седьмое, когда он умер, он приобрел нам надежный доступ к Богу во всей его славе. 1 Петра 3,18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Это вершина Евангелия. Все остальные вещи должны вести к этому. Он пострадал однажды, праведный за неправедных, чтобы привести нас к источнику, где мы не будем жаждать вовеки, к себе и своему Отцу. Итак, мой ответ на вопрос «Как?» Что вам нужно делать, чтобы увидеть Христа? Возьмите книгу, читайте книгу, читайте Евангелие. Заметьте, что сами Евангелие так структурно организованы, чтобы привести нас к Кресту. И потом я бы посоветовал обратиться к посланиям, которые раскрывают значение Креста более подробно, чем Евангелие. Когда вы размышляете над Евангелиями, они описывают события, и это событие обязательно для Евангелия. Нет события, нет Евангелия. Однако, Евангелие не раскрывает так полно, как послание того, что произошло на Кресте. Что-то, но не так много. Евангелие говорят нам, смотрите на это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин